здравствуйте итак перед нами снова и по 3 1957 года в конце восемнадцатого года на своем канале я уже выкладывал небольшой обзор этого и по и попытку его реанимации но результат был не очень удовлетворительный конечно детонация была высокая потому что сама сама конструкции по и износ частей приводил к тому что звук сильно плыл и ничего хорошего этого не получалось и через за какое-то время мне в голову втемяшилась такая мысль что надо бы попробовать немножко переделать это ipo сделать такую свою рода реинкарнацию и из старого ролика сделать современное пасековое и по что я и сделал вот сейчас я вам покажу что у нас осталось от старого и по вот здесь я сложил все что я снял ну фактически я снял весь привод вот наш старый двигатель который стоял с двумя роликами и тут пасеком между ними ролик от этого и пустарый но и всякие другие это вот переключатель типа скоростей который двигал всю платформу всякие запчасти конденсаторы и прочее но главный виновник или главный участник этой переделки это вот такой вот китайский двигатель вот такой китайский двигатель который можно купить за алиэкспресс за три копейки я купил этот двигатель несколько но два будет фактически где-то года два назад два с лишним когда затеял реинкарнацию этого ipo вот но и потом на долгие годы не на долгие годы целых два с лишним года этот протек затих что этот значит за двигатель этот двигатель китайцы так продают как проект для двигателя проигрывателя значит вот у него он рассчитан на стану на две скорости 33 45 вот здесь в этих отверстиях есть регулировочные сопротивления потенциометры но в принципе к нему можно подключить и другую скорость любую значит вот на эти два крайних контакта сажаются левое два питания минус плюс а вот здесь вот три контакта на которые можно делать переключение скоростей значит он трехскоростной вот этот контакт средний он тут называется c если он не никуда не подключен то проигрыватель будет работать ну как бы на скорости 33 если у вас все нормально с точки зрения соотношение диаметра шкива и диаметра опорного диска он будет работать на 33 и вот здесь этот резистор подстраивает эту скорость и значит если мы замкнем c и по моему а до ция то мы получим скорость 45 и подстраиваться резистором вот и чай высокая скорость а вот если мы поставим резистор между c и b то теоретически мы можем устроить для любую скорость в том числе скорость 78 вот такой двигатель но стоят они очень дешево я уж не помню сколько но очень дешево и выпускаются с разными диаметрами вот этих шпинделей но мне знать забегая вперед скажу что мне крупно повезло с этим двигателем поскольку этот шпиндель очень хорошо лег с тем что я сделал ну а теперь давайте собственно посмотрим что произошло с ипу но что у нас произошло с ипу собственно говоря основная затея которую я заказывал на стороне это переделка диска вот значит но так как конструкция не позволяет сделать непосредственно не позволяет сделать субдиск ну к тому же мне не хотелось терять автостоп штатный я значит отдал специалистам токарно-фрезеровочного дела и они мне сделали вот такую штуку такой субдиск и и тут на винтах его посадили прямо к основному диску мы чтоб можно было одеть пасек значит сделали такие вот два отверстия значит но диаметр диска и расстояние я выбирал из размеров от пасеки пасека который меня валяется от старых унитр поскольку мне удобно было это делать а вот такие пасеки у меня были они как раз исходя из этого примерно я и сделал диаметр этого субдиска так значит теперь вот ну я конечно же прошу относиться ко всей моему такому прикладному творчеству чисто как к макету я не собирался делать окончательно изделие подождать окончательно здесь изделие очень далеко но не говоря о том что у меня вот здесь вот в опорной части там не все в порядке я конечно же не стал ничего менять вот значит я вот взял здесь и такой вот на обычной гетинаксовой макетки использовал ее для значит и укрепления мотора вот этот моторчик который я вам показывал вот этот моторчик он стоит вот здесь значит и мне крупно повезло как я уже говорил поскольку диаметр насадки мотора и значит выбранный мой диаметр диаметр субдиска значит он позволил мне включить это прыгать на скорость 33 без дополнительных и шириней только за счет штатной регулировки на двигателе вот сейчас мы это аккуратненько все перевернем и сейчас вы увидите значит вот как это теперь все выглядит значит вот этот двигатель я посадил его сюда значит тут у нас заводится питание я значит взял обычный блок питания на 12 вольт нашелся двигатель работает от 9 или 12 вольт вот сюда нас втыкается питание такой макетка при этом я сохранил значит старый автостоп вот этот механизм который включает выключает двигатель и плюс я еще я навесил вот такую вот лапшу значит которая у нас делает скорость 78 вот как раз она включена в линии bc как где-то я прочитал что там нужно порядка 300 килоом на 300 не было я тут тут к резистору 2 и 2 килоом присобачил нескромное сопротивление поставил переключать меня получилось такое что ну по большому счету конечно надо делать отдельную платку на нее ставить подстроечный резистор я думаю такой нибудь многооборотной и тогда все будет хорошо но конструкция заработала вот что собственно говоря цель этого проекта была посмотреть как возможно сделать из неработающей старой вертушки более-менее работающей значит теперь дальше что еще ну не очень удобно конечно же одевать пасек хотя я просверлил эти дырочки для значит для одевания пасека но дальше не самый удобный способ так как мы делаем это не часто вот не часто мы делаем эту процедуру поэтому сейчас мы я вам покажу как это все дело происходит не очень удобно глаза не видят руки не держат сейчас мы сделаем у меня не с первого раза все это получается как правило конечно хорошо было бы найти пасек который вам жим бы лег на этот диск но у меня такого не нашлось и я не стал заниматься поисками другого вот так значит мы должны одеть на диска здесь попасть на мотор вот все попало но правда не совсем немножко ниже но это можно уже поправить подручными средствами вот все мы одели теперь пасек на двигателе и все в принципе значит готово к работе значит сейчас мы включим питание и посмотрим как все дела проистекает вот так значит все как обычно значит если поднять вот это вот тонарм значит там сработает выключатель начнет работать сейчас он на скорость 78 стоит я под стробоскоп подрегулировал скорость при этом начну сохранили оригинальный автостоп то есть вот что произойдет и значит спокойно можем опустить на на стойку вот тут у меня значит подсвоечный резистор и переключатель то есть можно значит переключить на 33 но в принципе если делать этот проект по хорошим можно было сохранить от переключатели там внутри поставить внутри поставить переключатели привязать его к этому механического переключатель теоретически это в принципе возможно там подрезать кусочек но я не стал этого делать у меня сейчас все так на макете но на 33 тоже все хорошо и тоже срабатывает автостоп вот такая вот получилась затея надо сказать что играет вообще-то неплохо для ну не считая механических шумов которые конечно несовершенствуемые вот этого привода тут бы на подшипник его поставить но играет гораздо лучше чем было то есть в принципе если заниматься глубокой скажем так сказать реставрации радиол которые использовали это и по типа люкс или дружба то наверное овчинка будет стоить выделки вот но и в заключении мы послушаем как это играет на скорости 33 и 78 я небольшой фрагментик покажу вам как играет пластинка 33 обороты и пластинка 78 оборотов я нашел тут две старенькие пластинки одна там пятьдесят шестого или пятьдесят седьмого года другая шестидесятого как раз и из того времени ну наверно на этом все если будут какие то вопросы пишите я постараюсь по возможности на них ответить спасибо вам большое до новых встреч на моем канале спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!